Вот Екатерина, я иногда пишу, иногда что-то даже публикуется, но я поняла, что я никогда в зеленой планке даже ничего не читала. Все у меня, конечно, не такое серьезное, значительно короче. Он называется «Здесь сложно жить». Здесь сложно жить, здесь сложно работать, потому что все время хочется отдыхать. Но работать приходится, иначе хорошо отдыхать не на что. Здесь не принято вслух и напрямую спрашивать, чем занимаешься, а тем более, как зарабатываешь себе на жизнь. Здесь респектабельнее бездеятельно суетиться, нижнедеятельно трудиться. Здесь сложно быть и русским украинцем, и украинским русским, а лучше быть хоть чуточку, ну, хоть каким-то евреем. Здесь сложно жить, когда соседи все время жарят лук. Но приготовленное без жареного лука считается не хозяйским, не фонтаном. Здесь много лет живут мистические все. Они задают эксклюзивную моду всем остальным на гастрономические, рекреационно-развлекательные, профессиональные и любые другие вкусовые предпочтения. Здесь живут и другие, реально сопротивляясь традициям всех и всех остальных. Здесь уже, якобы, нет специфического местного наречия, но коренные жители все равно достаточно быстро вычисляют приезжих. Здесь сложно жить, если не умеешь слышать мелодии ветра и музыку моря круглый год. Здесь сложно не слушать сплетни, ибо они настолько мастерски изысканы, что остается только негодовать о том, что здесь безымянно прозевают новые великие литературные гении. Здесь ежедневно и ежечасно происходит что-то на любой вкус и интерес. Здесь вкусного так много, что жить невыносимее, чем в любом другом городе мира, и сложнее не умереть, поперкнувшись собственной слюной и в настоящей одесской кухне, и в каждом втором ресторанчике. Здесь соперничают две пожизненные темы – как вкусно покушать и как успешно похудеть. Здесь сложно сохранять фигуру в стандартах всемирных канонов красоты, но многие обладают не сгибаемой силой воли и умудряются соответственно. Здесь сложно понять самобытный дресс-код, эклектично совмещающий модные тенденции всех континентов и народов мира без учета местных погодных условий и неофициальных условностей. Здесь женщинам очень сложно, поскольку конкуренция необычайно высока. Все страны, все поэтессы, все умы, а в крайнем случае красивы. Здесь женщин всего лишь на 6% больше, чем мужчин. Но, видимо, из-за того, что тысячи здешних моряков круглый год сменяют друг друга в рейсах, создается впечатление, что здесь чисто женский город. Здесь каждая женщина безкомпромиссно красива и вынуждена прилагать массу усилий, чтобы быть красивее остальных. Здесь очень сложно жить и мужчинам, поскольку у женщин получается быть самыми-самыми во всем. Мужчинам здесь сложно из-за женщин, даже если им можно все, то от этого только им же и сложнее. Здесь сложно дышать из-за пыли, которую часто пускают в глаза. Но морской бриз, ливневые дожди, снежные заносы и изысканное чувство юмора преуменьшают этот пыльный смог. Здесь сложно жить, если не вдыхать полной грудью сирень, жасмин, дикую маслину, липу, акацию, морской бриз и любовь. Здесь сложно жить в атмосфере вечного праздника, который всегда с тобой. Просто потому, что живешь здесь, даже если жить здесь сложно.